Тема звучит так. Заборы вдоль дорог, безопасность и лимитация. Сегодня у нас спикерами выступят Анатолий Курбатов, координатор движения Красивый Киров, и Евгений Лунев, директор управления по дорогам города Киров. Там длинное название, я не буду расшифровывать нас, если сегодня интересует. И также к нам сегодня пришел в гости, будет, может, наверняка даст свои комментарии, пояснения. Это Михаил Рябов, начальник ГИБДД по городу Киров. Заборы, ну то есть это ограждения, которые мы сейчас видим. Они начали появляться у нас третий год в городе Кирове. Сначала были желтенькими, сейчас часть желтенькие, часть серенькие. И вот и лично мне, и очень многим непонятно, они обеспечивают безопасность, и вообще служат для того, чтобы нам, горожанам, стало безопаснее. Или же это все же какая-то имитация, что-то, какая-то программа выполняется, выделены деньги, надо поставить забор и ставят. Кроме того, есть ГОСТ, кстати, кому интересно, могу дать даже почитать, есть довольно большой, обширный ГОСТ 5289-2004 года, который, по сути, обязывает, такие ограждения ставит. Но, по сути, это мы обговорим, это есть разные точки зрения. Обязывает или рекомендует, и в каких местах. Ну, сейчас сразу я, как и вводным, сразу же, Юрий Львович сказал. Дело в том, что, если же ГОСТ обязывает 2004 года, почему их в 2005-м не начали ставить? Раз. Второе, я сегодня проехал по городу, вот сюда ехал. Улица Ленина ни одного забора я не видел. По свободе прошел, ни одного забора нет. Поворотского почти нет. А если ГОСТ обязывает, давайте весь город с заборами. Мы с загородем. И так далее, и так далее. Дальше очень непонятная ситуация с выполнением самого этого заказа. То есть, кто разрабатывал эти заборы? Как формировался заказ? Откуда деньги? Кто платил деньги? Кто сейчас реально изготавливает эти заборы? Кто их устанавливает? Дальше мы все наблюдали, что заборы перекрашивались. Это же тоже деньги. Кто их перекрашивал? Где-то заборы убрали, кто их демонтировал? Вот это все непонятно. И здесь вот сегодня Кузьмилик хотел подойти, не подошел. И сбор думал. Он, думаю, мог бы пояснить это. Бывший депутат. Ну, бывший депутат. Хорошо. Согласен. Дальше возникает такой вопрос, естественно. Если нам власти говорят, что эти заборы нужны для безопасности, гнатс, гаража, то был ли какой-то анализ? Есть ли какая-то статистика? Насколько реально они помогли, не помогли? То есть эффект от них какой-то получился. Горожане, во всяком случае я наблюдаю, испытывают неудобства. Я не скажу, что весь день. Есть некоторые перекрестки, действительно, стоило направить людей. И так далее. Но во многих местах явное неудобство. Есть парадоксы. Например, у меня рядом с домом пощерся. Квартал, половину сделали забор, половину нет. Это безопасность и не кадр. Кроме того, у меня появляется такое ощущение, что, а может, за всем этим есть какой-то скрытый смысл, который нам не говорят, нам не просвещает в этой, и мы в этом не в курсе. Поэтому давайте приступим к дискуссии. Пожалуйста, я вам-то первое слово дам. Вы выступите до 10 минут. Время засекаю. Ну, все верно сказали. Есть нормативные документы, и пешеходное ограждение устанавливается на участках аварийных с целью разделить транспортный поток и поток пешеходный. С 2014 года действует ГОСТ, норматив, и в связи с небольшим финансированием, выделяемым там ранее, в городе эта программа реализуется постепенно. По аналитике, наверное, у ГИБДД нужно спросить по эффективности данного мероприятия. Но если из общей статистики рассматривать ситуации, варианты, то пешеходы очень часто в городе выходят на проезжую часть, переходят в неположенных местах в проезжую часть, и так как в городе в основном скорость движения ограничивается 60 км в час, а мы знаем с вами, что там еще нештрафуемый рубеж у нас еще 20 км в час, особо тяжкие дорожно-транспортные происшествия совершаются, и мы изредка, соответственно, по новостям видим последствия, и только для того, чтобы разделить потоки и канализировать, эти ограждения ставятся, и они ставятся не только в Кирове, они ставятся по всей России, это общенациональный ГОСТ, и такая практика есть и в других странах мира, поэтому это мероприятие эффективное, и оно свою эффективность показало. По цвету серое или желтое различается только тем, что желтое ограждение устанавливается в местах, там где есть слабовидящие жители города, для того, чтобы они могли не различать это ограждение, проходить безопасно. И по цвету в ГОСТе написано серый цвет, а так как его необходимо там каждый год красить по регламенту, все-таки мы настаиваем на том, чтобы эти ограждения были просто оцинкованы и не требовали ежегодного обслуживания. Примерно так. Все? Коротко. У меня тут вопрос, я не буду задавать сейчас. Анатолий, скажите. Ну, я слышал слово «доказали свою эффективность», но я не слышал, чем доказали. Вот мой вопрос. Статистик. Соглас статистик, который у нас слушал, была по первому, когда началось у нас с внедрения КД, то аварийность на дорогах не понизилась. И это было в связи с 12 городом России, и она понизилась в трех городах, девяти как бы нет. То есть те мероприятия, которые проводятся в рамках БКД, они на самом деле не... Ну, так казалось, что они не снижают безопасность, да? Вот. Про заборы. Во-первых, я думаю, что многим, наверное, непонятно, действительно эффективно или неэффективно. Если так рассуждать, то заборы, установленные около перекрестков, они снижают видимость на этих перекрестках. при подъезде. Потому что они стоят вдоль дорог, и когда машина проезжает, у нее это все стеной, получается, да, обычно, в проекции. И ни детей не видно, ни, ну, как бы, невысокого роста, ни, как бы, вот такие вещи. Это как повышение опасности, да? Дальше. Дороги у нас... Дальше заборы у нас сплошняком идут вдоль многих дорог, где машины припарковываются. Во-первых, когда они припарковываются, и водитель не может ввести сразу же на тротуар, ему приходится по прежней части обходить до конца забора. Это, опять же, повышает аварийность, да? Это второй пример. Третий пример. Дальше... Дальше... Да, из этих же примеров. Само наличие забора, оно создает впечатление у водителей, что никто не может выбежать. Ну, такая, какая... Мнимая безопасность, да, мнимое... Мнимое ограждение от выбегающих людей. Но на самом деле, кому надо перебежать, они перепрыгивают через забор, прилазят и перебегают. Но как раз наличие заборов, оно снижает ожидания от этого, то есть, опять же, аварийность в этом месте повышается. Да? Если бы не было заборов, я все сравниваю, если бы был забор, если бы не было заборов. Вот. Далее. То есть, вот, три пункта. Можно еще продолжать, но я попытаюсь еще раз выбрать следующие. Безопасность, как я по три пункта сказал. Экономика. В этом году мы на заборы потратили, наверное, порядка 9 миллионов, да? Ну, потому что, согласно я посмотрю на аукционы, там в общей сложности 6,5 километров забора. Стоимость секции у нас погонный метр около тысячи. И сам монтаж еще 400-500 рублей. То есть, мы выкинули 9 миллионов минимум, то есть, ну, только на установку новых в рамках ПК. Это без муниципальных контрактов. Из нашего бюджета, у которого около 9 миллиардов 10. Я думаю, что 9 миллионов – это действительно сумма, которую можно потратить на более качественные, нужные вещи. По поводу того, что вы, Евгения, сказали, что по всей России нет не так, потому что многие города начинают, если взять, допустим, откуда вы приехали из Москвы, там эти заборы демонтируют, в центре города вообще заборов не осталось. Они находят способ в рамках действующего законодательства, без действующих, властных и снипах, обходиться без заборов. Они понимают, что действительно они несут никакой безопасности, они только сосут деньги из бюджета на содержание, на сморку и все прочее. И по большей части они увеличивают аварийность на дорогах, тяжесть последствий после этих аварий. Естественно, они там находят способ где-то заплатить штрафы, подписывая, где-то они там написали, где-то договорятся с ТИБД, что на подписание не написали. Естественно, такого следования в букве закона находят способ. Я бы хотел, чтобы в Кирове, наверное, тоже бы подходили к этому с точки зрения здравого смысла, а не с точки зрения просто выполнения условных ГОСТов. Потому что ГОСТов написано на всю Россию, у нас города совершенно разные, и рельефы разные, и ширина дорога разная, и там все абсолютно разное. А мы все подходим по одному. Сегодня мы с компанией ГОТОРКОВЯТКО выезжали на переплёсток Маклина и Ириндяева. Там были установлены новые заборы. Там трафик полторы машины в час. И они этим заборами оградили всё, и мы просто видим, что они там сплошнее неудобства. То есть эти же люди, которые паркуются, они раньше продолжают парковаться на улице Маклина, и им приходится идти по дороге, чтобы зайти в подъезд, который прямо там стоит. И такие места есть везде. Плюс, если брать дальше ещё экономику, заборы установленных галлюктуаров, они мешают механизмной уборке города. То есть трактора и прочее они ездят. Потому что... И зимой всё. И да и летом подметываемые щётки, и ковши, чтобы не задеть забор. Трактор леет 20-30 сантиметров от забора. И... Содержением мы занимаемся, нам не мешают. Улица Некрасова, асфальт приходит негодностью на протяжении двух лет после установки заборов, потому что 20-30 сантиметров вдоль забора не прибирается. Там копится грязь, копится вода, она стоит в центру туаря, и, соответственно, как бы приводит к разрушению и постоянно как бы грязь. Таких мест тоже, кстати, достаточно. И так же непонятна логика установки забора, потому что есть, допустим, если брать ГОСТ, то там обязательно это 50 метров около перекрёстков и вдоль школ. Там тоже какие-то нормативы прописаны на расстоянии. У нас есть целая улица Ленин, там районный зональный институт, где стоит забор, где тротуары, там на протяжении, наверное, километра. И от забора до проезжей части там примерно 13 метров до зоны. Какой смысл там стоит? А при этом чуть дальше в районе Солнечного берега, где тротуар идёт прямо по дороге, идёт дороги, где, в принципе, весь трафик находится пешеходный, где дети маленькие могут выбежать на дорогу или подскрежнуть, суетать. Там забора этого нет. То есть логики установки как бы тоже не видно в этом городе. То есть я вижу в этом формальный подход. Сколько у меня там ещё времени? Естественно, хотелось бы понимания, вы честно, вот сами видите вообще смысл этих заборов? Или просто есть ГОС, и надо их истребовать, да? Во-вторых, заборы, которые устанавливаются, я так понимаю, там написано 50 метров такого или иного перекрёска. Они ставятся там, где нет коммуникации, там, условно говоря, где-то трубы идут и прочее. Они могут подставить как вдоль дороги, так вдоль тротуаров, также там где-то поселение. То есть ставятся где-то, где попало, по большому счёту. И по факту получается в многих случаях так, что забор ставится на трубарах, которые у нас, как обычно, по традиции, до вас, да, сейчас справилась ситуация, но все сраптывают старые трубары, они ниже уровня земли, это лучше, да? В большом счётах, людям просто некуда деваться, да? И вот ДК, Космос, я могу ещё там десяток мест в городе перечислить, деревили просто выходят на прежнюю часть, потому что газон, да, и забор, они ограживают так, что там просто не пройти. И они будут нужны выходить, бабушки и там дети на самокартах, там, и всё прочее, они просто в прежнюю часть. Опять же, забор не несёт безопасности, он, наоборот, увеличивает возможности военных. По поводу, вот вы уже сказали, что в городе на 60 км в час, да, плюс, там, 20, и, соответственно, ну, при такой скорости по городу, при столкновении с пешеходом, там, ну, смертность, ну, наверное, на уровне 12%, да? Если в городе скорость по городу была на уровне, ну, там, 30-40 км в час ограничена, то таких последствий бы и печальных не было, потому что там выживаемость, ну, от 0,5% при скорости 35 км в час. Средняя скорость по городу в передвижении сейчас, в данный момент, там, 23-27 км в час зависит от дня суток, да? Соответственно, я не понимаю, почему в городе, мы, вот вы сказали, что они перебегали бы дорогу, потому что это возможность заварийных каких-то ситуаций, последствия тяжкие, почему бы нам просто вместо того, чтобы в городе за городе попало, ограничить скорость, да? Чтобы люди, где им переходят, вы, вот, вы ещё выразили, что не положено на месте. Я считаю, что людям, где удобно, там и положено. Вы, вот, там, ну, 250 метров, 250 метров, 500 метров расставили пешеходные переходы, а где-то появляются новые магазины, да? Где-то открывается школа, где-то что-то ещё, и это совершенно не учитывается. То есть, вот сейчас сделали Новый Петерброд, Пульс, Попова, да? И там стоят две школы, 30-я, там какая-то... Сороковая. И, ну, да, накрасили. Стоят на одной стороне, а весь живой массив, где дети живут, они стоят на другой стороне. Я думаю, что не надо далеко ходить за примерами. Я думаю, что мы до конца учебного года, ну, там, пару-только аварий шлоем. С возможностью с тяжелым последствием. С тяжелым последствием, потому что мы сейчас заставили людей выходить на перекрёсток, чёрст по полу, делать крюки, выходить. Школьники пока ходят, да, пока родители за этим следят, но скоро они начнут перебегать. Это не продумано. То есть мы поставили пешеходный переход, там не поставили. Забор там не оградить, потому что там есть везда во двор, и это же улица Калинин. И вот таких вещей, то есть к тому, что у нас подход ко всему формально. Мы, такое ощущение, что те люди, которые у нас проектируют, проектируют дороги, занимаются всем этим, они просто не выходят на место, и штукают, штукают, штукают. А людям жить от этого только хуже и хуже. Спасибо. Сан-докладчики бывают? Скоро, с коротким временем. Сейчас, секундочку. Сейчас у меня вопросы возникли. И у меня такие вопросы возникли. Вот то, что Анатолий сказал, мне стало непонятно, а кто и как определяет, где ставить здесь забор? Это первое. То есть кто разрабатывает документацию? И второе, мне ухаря зануло, честно говоря. Действительно, в гости написано серый цвет, а зачем мы желтый ставили? Кто контролировал? Кто смотрел? Как разрабатывали документацию? Я еще раз повторюсь. Ну, во-первых, документация не разрабатывается. У гостя написано все места установки. Он рассказал, да. Вот, я переговорю, извините. Про гостсказали. Юристы есть ли в зале? У меня вопрос такой возник. Дело в том, что обязательно применять гостсказбук от и до имени. Первый пункт 8.1.1 звучит следующий вопрос. На автомобильных дорогах, улицах и мостовых сооружениях применяют дорожное ограждение, разрешенное для эксплуатации и установленного порядка. Что значит, применяют? Мне кажется, это не обязательно. Можно применять? Ну, а кому не применяться? Нет, это мое мнение. Анатолий, вы сейчас считаете гостсказбук в 2004 году, он как бы устарел. В 2014 году. Нет, в 2014 году. Ты мне сказал, я смотрел, там изменения очень незначительные. Там есть четко сейчас понятие, есть рекомендуемые места размещения, есть обязательные места размещения. Хорошо. Мне там гостсказбук однозначно эти вопросы. Хорошо, Анатолий, тебе вопрос. Объясни, я не совсем понял, как на перекрестке эти ограждения снижают видимость? Потому что они стоят вдоль... Непонятно как. Вдоль первой части. Давайте сначала, не будем... Я как бы их все заборами. Пешеходное ограждение, да, и ограждение, отказ пешеходов от проезжей части. Конструкция их предполагает не снижение видимости, да. Это некий барьер, как вы правильно заметили, да, который не полностью, но исключает выход пешеходов на проезжую часть. И вы много говорили по поводу Москвы. Ну, я просто так получил, что живу в Москве, да, и сейчас нечасто там появляюсь, и поэтому, ну, картинка режет глаз. Сейчас все, что можно было, заставили пешеходными ограждениями. И только историческую часть Москвы, где, наверное, часто бываете вы, а я не так часто, там действительно пытаются уйти от барьерной среды, сделав ее безбарьерной. И безопасность дорожного движения действительно обеспечивается снижением скоростного режима, разделением потоков. И в Кирове, наверное, также необходимо снижать скорость, соответственно, контролировать ее, потому что очень много нарушителей, очень много аварий и, соответственно, случаев, когда именно из-за этого нарушения правил дорожного движения, там какие-то тяжкие последствия, то, что вот мы видим в статистике. Поэтому, ну, первое, что необходимо сейчас, это нам всем привыкнуть к выполнению правил дорожного движения. Простая очень вещь, и, наверное, эти бы заборы были бы не нужны, если бы мы все там парковались в положенных местах, да, и не ходили по проезжей части для того, чтобы выйти на тротуар, обходя пешеходные ограждения. Там разрешены парковки? Ну, надо предмету, так же, да. Переходы-то нельзя парковать? Ну, у нас, на самом деле, вот, я не знаю, где там вы говорите, но вдоль всех магистральных улиц Кирова у нас организованная или неорганизованная парковка, да, где ее, в принципе, ну, не должны... Благотималенка Воборовского годного перекреста такая, там настоят заборы, и там разрешена парковка, и люди вынуждены выходить и обходить, потому что там подземный переход устроен, и там... Ну, это, наверное, когда-то давно было установлено, и сейчас мы стараемся делать выходы с парковки, чтобы, соответственно, не провоцировать людей выходить на проезжих. Ну, надо, да, мы же с вами там... Стоянка разрешена, в районе, там, с 20... Умбер-шесть она запрещена, а с 6 до 22, она, например, разрешена, и там, опять же, установлены заборы... Там нужно одну секцию просто убрать, да... Нет, честно говоря, по местам... А если мы убираем одну секцию, какой-то смысл от этих заборов, если люди смогут выйти сквозь эту секцию на дрон? Я еще раз говорю. Смысл не отгородиться, а канализировать движение, да, то есть, чтобы люди в одном месте выходили к парковке в этом случае и обратно возвращались, то есть... Самая большая проблема – это вот как раз переход или выход на проезжую часть в места, где этого водитель не ожидает, и они... Весь смысл, вся философия установки этих ограждений для того, чтобы... Ну, я просто 20 лет вожу автомобиль, и я, если я подъезжаю к перекрестку, я понимаю, что это достаточно аварийно-опасный участок. Здесь могут быть и пешеходы, здесь могут быть... И там кто-то замешкался, не увидел там знак выезда, там и санкционированы, и транспорт, и выход, там и людей, и пешеходов... И дело в том, что вот я пример сейчас переводил, говорил про... Что полквартала установили, а полквартала нет. Это рядом с моим домом, в Чёрце 41, у Дружбы. Там, значит, магазин «Балерс», у него поставили забор полностью. А рядом есть магазин круглосуточный, знаете, кто туда ходит. Там вечно перебегают, там забора не поставили. Ну, надо поставить, да. Надо поставить. Ну, потому что она довольно-таки везла, поэтому... Поэтому как-то отстребование... Я опять буховецом займусь, и у меня всё равно волнует этот вопрос. Кто определял, где ставить, ну, это понятно. Гост. Гост почти стал. Нет, где? Ну, ладно. Гост, ладно. Как проектировалось? Дело в том, что когда я в гости почитал, но я не специалист, поэтому я своё личное мнение рассказываю, и всё. Эти заборы обладают некоторыми свойствами. Это не просто так сварили, там поставили. У них есть норма прогиба у забора, у этого. Значит, это прогиб должен кем-то измериться и понять, соответствует этой норме прогиба или не соответствует. Дальше у забора есть высота. Мы с Анатолием мерили. Я мерил. Ну, я мерил. 60-65 сантиметров. По госту 75-110 должна быть. Всё. Кто контролирует? Заказчику... Заказчику снесён. Конечно, да. Не, ну, действительно, оно так и есть. Пройдите, как же, померите. Здесь в гости чутка, 75 сантиметров из сала должна быть заборчик. И прогиб должен быть. Прогиб, это, скорее всего, усилие, на которого... Нет, погиб, это конструкция, соответственно, она измеряется. Ну, как сказать, не влияет, машина тогда врежется. Если мягкий металл, так и грошится на таком ограждении. Да, это не для машин, это для людей. Не для машин, это для людей. Надо в 100 раз... Проконтролируем? Потому что, да, рост так стоит. Это совсем другое дорожное ограждение. Действительно, там есть удерживающая способность. Я понял, но я-то не об этом. Кто контролирует выполнение ГОСТа? Заказчик. Заказчик город. Ну, да, в этом случае. Были яхты какие-то, измерения какие-то? Конечно. То есть, вот размер, высоту померяли, на канавш не соответствует нигде. Можно пройти разбираться. А почему не где-то? Вы же в одном месте меряли. В трех. В трех, значит, не соответствует. Везде соответствует. Обратимся за вопросом у дуги. Может, да, он провалился, земля провалилась, и заботчик провалился. Откуда меряли? Так же, да. Не, на самом деле, не... У вас вопросы к друг другу есть? Да, да, да. У нас есть вопрос? Сейчас, сейчас, сейчас. Я и так и не услышал, за счет чего. Заборы показали свою эффективность в плане безопасности. Потому что, вот действительно, как еще Николай сказал, что они при езде на забор автотранспорта, они становятся там условно-шеркнелью, да, они разлетаются, и увеличив поражающуюся там площадь, да. Люди вынуждены ходить по дорогам вдоль заборов. Они снижают видимость, конечно, не так, как при паркованной машинной перекрестке, все равно снижают видимость, да. Они снижают ожидания перебегающих. А за счет чего повышается безопасность. Вот я, во всяком случае, четыре пункта, я бы сказал, за счет чего они снижают. Ну, вот смотрите. Видимость они не ограничивают, как вы правильно заметили, в сравнении с автомобилем. При паркованной машине, конечно, больше ограничивают видимость, но на забор, тем не менее... Они позволяют, да, канализировать пешеходные движения, и, соответственно, выход на проезжую часть в положенных местах. И это однозначно. И по поводу статистики, и насколько эффективность доказана этих пешеходных ограждений, на самом деле, в аналитике по безопасности дорожного движения всегда разделяется по типам дорожно-транспортных происшествий, да, статистика. Если говорить о пешеходах, то неуклонно падает количество ТП с пешеходами. А если говорить, в общем, о безопасных и качественных дорогах, как о национальном проекте, действительно, в некоторых городах растет аварийность. Но лишь только потому, что дороги становятся ровнее, они становятся более освещенными, более обустроенными. И люди, долго не видящие, да, качественные дороги, какой русский, там, не любит быстрые езды, что тут говорить, нарушают правила дорожного движения. Ставлю. Вы говорите, какой русский не любит русские быстрые езды, но любой русский, переезжающий на границу с Польшей, сразу перестает любить быстрые езды и ездит по правилам. Потому что там и дороги спорективно правильные, и гречники соблюдают, и штрафуют. Я просто тоже несколько раз переезжал эту границу, и когда ты едешь 30 км в час, и 38 ты поедешь, тебя штрафуют там почти на полсотни долларов, то да, можно ехать там 400 км по Польше, если не по автобану, который недостроен, да, и просто для русского человека это мука, там, ехать 40 км в час, или даже меньше, по улочкам. И это действительно решение, да, наверное, снижением скоростного режима в городе. Смотрите, на самом деле, средняя скорость по городу 23-27 км в час по Киргаме, да, сейчас, потому что там разрешено на 80, они пролетают, перекрестки где-то, пробки и зерно, средняя скорость, снижение средней скорости, да, там, 60-40, если мы поставим, да, плюс ограничение. То есть, держит 22 км в час, там. Они повысятся, потому что, на самом деле, расстояние между машинами дистанция будет сокращена, и провозная способность улиц, пропускная, она станет выше. То есть, это людям будет удобнее. Во-вторых, все, ну не все, наверное, если брать статистику, 92% аварий с пешеходами происходит на пешеходных переходах. Вне пешеходных переходов, регулируемых, нелегулируемых, там, менее 10% сбивают в день. Все аварии с последствиями, ну, вы откроете статистику. Это в Кирове, что ли, неправда? В Кирове. Мы здесь представители. Да, вот, можете представители. Давайте мы обидим. При переходе незабонных местах, ну, каких-то нет. И это было и до установки заборов, и после установки заборов. Потому что там, где человек переходит дорогу, там, где нельзя переходить, он... Давайте ограждения уж не будем сейчас судить, потому что они только сейчас устанавливаются. Нет, у нас... А статистика эта, там, от года и более. У нас ограждения устанавливались активно с 2012 года. У нас большинство ограждений по городу. Там прямо на них стоит штамп, ну, там, как вырезка, что они установлены в рамках... Было одного безвосточных дорог, была другая... Кстати, не первые, более такие крепкие ставили, красивые хоть какие-то. Ну, они... Ну, получше были, то есть первые получше. Точно, точно, точно. Так, ладно. Давайте так, сейчас предоставим слово, если, конечно, пожелает Михаил Александрович по ГИБДД, он может наверняка вопросы у него появились. Михаил Александрович, минут пять вам дам. На проблему безопасности дорожного движения всерьез обратили внимание в 2006 году, когда была принята первая федеральная целевая программа. Она так и называлась «Повышение безопасности дорожного движения» 2006-2012 года. Вот те желтые ограждения, которые первые, как вы говорите, более качественные, они были изготовлены как раз в рамках этой федеральной целевой программы. И вот те надписи, которые на них есть, там как раз так и написана федеральная целевая программа 2006-2012. Если говорить о том, насколько это все эффективно. Значит, на тот момент, когда запускалась эта программа, смертность в Российской Федерации составляла 28 тысяч человек ежегодно. 28 тысяч человек ежегодно. Соответственно, недосчитывалась страна из-за дорожных аварий. По результатам прошлого года аварийность по территории Российской Федерации составляла 18 тысяч. То есть, за счет тех вложений, за счет тех мероприятий, которые проводились в рамках первого этапа федеральной целевой программы, и сейчас принята и в развитии новая программа с 2013 по 2020 год, добавились ряд национальных проектов, в том числе безопасные, качественные автомобильные, дороги, безопасность дорожного движения и так далее и тому подобное. То есть, реально, реально сохраняются человеческие жизни 10 тысяч человек. Это немало. Если применительно к городу Кирову, на начальном этапе, вот когда мы подводили итоги первой федеральной целевой программы, о которой я сказал, 2012 год, в городе Кирове количество погибших 51 человек. Значит, сегодня у нас 23 октября, да, количество погибших, не хотелось бы, конечно, сглазить, 15 человек. Если говорить по пострадавшим, значит, из всей массы пострадавших, вот на сегодняшний день, опять же, на сегодняшний день, их 885 в городе. Примерно половина, в среднем от 50 до 52 процентов, это пешеходы. Соответственно, вот те меры, которые мы сегодня обсуждаем, я, Евгений Николаевич, уже здесь поправлял, в корне не согласен со словом «заборы». Заборы – это несколько иное понятие. Это именно ограждение. Ограждение от понятия «оградить кого-то от чего-то». В данной ситуации оградить пешехода – это самая незащищенная категория участников дорожного движения. Есть у нас водители, есть у нас пассажиры, есть пешеходы. Так вот, пешеходы в любой возрастной категории – это самая незащищенная категория участников дорожного движения. И вот то, что мы сегодня называем заборами, на самом деле это ограждение, и их основная задача – именно оградить самую незащищенную категорию участников дорожного движения. Насколько это получается, я цифры перевел. Теперь следующий момент по поводу того, что ограничивается обзор и так далее. В выступлении прозвучало о том, что в первую очередь удобство для граждан там, где удобно, там переходить. Но если мы сейчас даже теоретически в голове представим, что давайте мы сделаем так, наши дороги просто превратятся в хаос. Наши дороги превратятся, я не соглашусь с вами ни на один процент в этой ситуации, потому что представьте разрешенная максимальная скорость – 60 км в час. По городу едет человек, ничего не нарушая абсолютно. И вот в голове у него что должно быть? Что на каждом метре может теоретически появиться пешеход. На сегодняшний день то, что Евгений Николаевич называл канализированием потоков, водитель, законопослушный, подчеркну водитель, он ожидает пешехода в определенных установленных местах. Извините, я вас перебью, вы просто неправильно меня поняли, я формулировал не так, что где хотят там пешеходные переходы, если мы не говорим эти вещи, я только в этом плане имел в виду, а не то, что для машин без разницы. Да, для машин, в принципе, остается без разницы, у них будет ожидаемое место. Этих пешеходных периодов может быть меньше, может больше. Я к тому, что мы их делаем, исходя из каких-то ГОСТов, ну там положено, 250, да, рекомендуемого. Меньше не дело. Только про это была речь. Нет, я только про это имею в виду речь. Здесь, значит, 200 метров, они ведь не с потолка взяты. Любой ГОСТ, любая норма права, она на чем-то основывается. В частности, вот это, как только у нас появляется пешеходный переход какой-то менее 200 метров, вот сразу же приходит вот такая пачка жалоб от граждан по поводу того, что не согласны с этим. А почему? Потому что заторовые ситуации у нас никто не отменял. Чем большее количество пешеходных переходов появляется, тем трафик становится плотнее, плотнее, скорость движения меньше, меньше. Поэтому вот эти 200 метров, они из расчета того, чтобы было и не в ущерб пешеходам, которые, ну, не так в напряг пройти 200 метров, соответственно, до следующего пешеходного перехода. Это не полкилометра, не километр. И для машин в то же время это достаточное расстояние, чтобы не скапливаться вот на этом участке. То есть это все обоснованно, это проверено годами. И то, что требования в ГОСТе, вот здесь уже говорили о том, что это обязательные требования. То есть это действительно, это обязательные требования. И мы никуда от них не денемся, сколько бы мы здесь не рассуждали, они именно обоснованы. Чем обоснованы, ну, я уже сказал, повторяться не будем. Хорошо, у меня такой вопрос. Вот я вначале сказал, я сегодня посмотрел, а Ленина почти заборов нет. Улица Свобода, вот я прошел, почти заборов нет. А Поворовского почти заборов нет. То есть через год, через два, там везде появятся заборы. Расположение гражданин. Расположение, да. Там, где положены, там, где они положены, они будут появляться, и они должны быть. Программа, не забор. Вы привели пример, что у нас сейчас смертность на дорогах 18,3% на 100 тысяч населения. Берем любую страну, страну Скандинавии, где нет заборов вообще в принципе, и там смертность 4,5 человека на 100 тысяч населения. Там нет заборов. Может, все-таки нет заборов дела? Ну, раз разговор прошел про страны Скандинавии, вы, наверное, знаете, что сейчас вот один из национальных проектов, который называется «Безопасность дорожного движения», условно называется «Стратегия ноль». То есть это 2030 год, вот нулевой показатель, это стремление к нулю. Откуда это взялось? Вот взялось как раз примерство. Это как раз взялось с программой Vision Zero, это Швеция, 1997 год. Принята программа, примерно с таким же названием. Результат, в 1997 году количество погибших в Швеции составляет, ну, может, плюс-минус 10, ошибусь, 586, насколько я помню, человек, ну, около 600, да? На сегодняшний день примерно 250 с чем-то, с небольшим. Теперь то, что касается ограждений. Вообще, принимая эту программу, шведы, самая их главная цель в этом, ну, не то что цель, а основа, за которую была взята вся программа, заключается в том, что людей не изменить. То есть вот невозможно поменять человека на 180 градусов, вот он со всеми его недостатками, положительными качествами, они пытаются изменить инфраструктуру. Сделать ее такой, чтобы человек со всеми своими недостатками, вот, результат его поведения, как можно больше нивелировался. Вот видите, вы прекрасно все понимаете, да? Отсюда, я сейчас дойду до ограждений. Значит, перекрестки, перекрестки, максимальное количество кругового движения, вот у нас первый круг мы экспериментально сделали, вспомните, сколько у нас сейчас, до сих пор, в средствах массовой информации всего это происходит. Тем не менее, перекрестки у нас на сегодняшний день, ну, по итогам 2018 года, мы в конце года результат подводим по местам концентрации ДТП, их 25 в городе. Из этих 25, это 15, это перекрестки, 15. И вот именно проблему с перекрестками шведы решили круговым движением, потому что скорость там физически невозможно развить. Невозможно. У них возросло количество ДТП с материальным ущербом, с погибшими их не стало просто на перекрестках. Представляете, из 25 убрать 15, у нас 10 останется. Теперь по поводу ограждений. Ограждения напрасны, вы говорите, что их нет. Они как раз есть, и задача, которая стоит перед ограждениями в той же Швеции, в рамках той же программы, это как можно больше снизить, вернее, повысить процент смягчения удара. Смягчение удара, когда он приходится. Теперь сегодня обсуждали, что какой-то процент прогиба и так далее. Да, действительно, в ГОСТе есть. Но в ГОСТе при этом есть два типа ограждений. Это удерживающие и ограждающие. То, что касается удерживающих, это опасные участки дорог. Это мосты, путепроводы, там, где машина, если она без ограждения улетела, все там вариантов нет, шансов нет. Все остальное, это ограждающие. Их задача не сдержать машину. А их задача, прежде всего, вот как Евгений Николаевич выразился, канализировать потоки. То есть, действительно, чтобы пешеход физически не мог выйти на этом участке. Ваши речи прозвучало о том, что при желании человек может перелезть. При желании можно через двухметровый забор перемахнуть, если будет такое желание. Но насколько часто мы видим людей, которые перелазят через заборы, если вот сейчас такой опрос провести? Ну, вспомнят ли случаи такого? Я вот, если честно, я не видел, чтобы люди перелазили и пошли через дорогу пройти какое-то расстояние. Есть. Я не говорю, что таких случаев нет. Но давайте мы представим, что заборов нет вообще. Ну, как выразить, да? Что их нет вообще. Это будет, ну... То есть, если желаете, присядьте сюда. Присядьте, да. Нет, на речи... Там, где заборов нету, и, как бы, ну, вот, говорится, тряса заборов нету. Допустим, улицу Ленина перебегать, ну, мало кто решится, потому что она очень широкая, да? По поводу, там, шведской Vision Zero. Да, и улицы Московской. Там, где заборы стоят, они там стоят на крутых перекрестках, на трассах. Внутри городов там заборов фактически нет. То, что... Зайди на Google Maps и найди мне вот прямо сейчас. Если Игорь еще есть... Я езжу сам, ничего не рассказывай. Вот пока у тебя эфир есть. 5-6 тысяч человек, да? То, что в России сейчас это делается, я тоже стою в чате. Мы постоянно нам скидывают, мы смотрим, общаемся, да? С экспертами, там, они госсоветом каким-то готовятся, там, по указу Путина. Есть такая программа, да? Они там еще пытаются менять и все прочее. Да, например, они есть. И по заборам там жесткая позиция, что в городах, по большому счету, он заборов не будет со временем. Так, все. На этом... Стоп. Наш зал скучает, сидит. Вопросов накопилось очень много. Мы сейчас к вопросу перейдем. Я везу, Юрий Львович, подкирустный городской думы. Я во многих начинаниях Анатолия Кристоферия поддерживаю себя часто, но вот его высказывание по углу того, что вот выбросили 9 миллионов, для меня казалось страшным. Сколько стоит человеческая жизнь? 1, 2, 3, 5 миллионов. А сколько не стучилось к жизни? Поэтому выражение, я считаю в этом случае, некорректное. Вот я лично на собственном опыте, как автолюбитель, проезжаю за пределами Российской Федерации в год от 5 до 6 тысяч километров. Вижу, что круговое движение везде эффективно. И этим вопросом я занимался с 2008 года в городе Кирове. Но, к сожалению, только сейчас появились просветы в этом вопросе. Ограждения практически во всех европейских странах присутствуют. Это же защита от дурака, не от того, чтобы что-то такое было в вашем случае. Защита дурака-пешехода. И они есть и в всех странах, и у нас они есть. И реально, когда появились эти заборчики, народ перестал бегать. А ваш подход от того, что у каждого магазина надо сделать пешеходный переход, мы по городу просто физически автолюбители не смогут ездить. Львович, кроме этого существует еще вопрос. Я не закончил. Выслушайте вопрос. Поэтому, на самом деле, я правда сторонник вот таких ограничений, которые согласно ГОСТу существующим. Если ГОСТ неверный, его надо менять. Тогда надо этим вопросом заниматься. Если ГОСТ существует, его надо строго выполнять в рамках закона. И обсуждать, нужен ГОСТ или не нужен, это другое дело. Но если ГОСТ существует, его надо выполнять. И очень плохо, чтобы мы поздно и мало затратили средств на эти работы. О качестве работ надо говорить, да. Следить за качеством выполнения работы. Это верно. Чтобы не нарушали стандарты, которые должны присутствовать. А в том, что это дает эффект, надо даже рассуждать очень сложно и неправильно. Потому что это жизнь человека. А где, какой забор спас жизнь человека? Ну вот я вижу, что в районе пешеходного. Если мы видим про реализацию на территории Кирова, у нас уже вся была программа обречена. Школьникам стало плохо перебегать дорогу. Они обходят через 200 метров, идут куда? Пешеходному переходу. Нет, они переходят за 200 метров, где я привел пример, там нет ограждений. Они переходят, потому что там нет пешеходного перехода. Пока переходят. Но количество пешеходных переходов за последние 3 года в городе Кире значительно возросло, потому что я сам, сотрудник ГИБДД, занимаюсь освещенностью проверки их наличия у школ, у детских садов. Есть целая программа, вы тоже прекрасно знаете об этом, да? Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что закон есть, его надо соблюдать полностью, как вот написано. И тогда это приводит к чему? К снижению смертности на дорогах. Реальные. Сифры подтверждают о снижении. То есть мы не должны сравнивать всю программу БКД, это много разных вопросов. Мы сейчас говорим о ограждениях, которые существуют. А если не трудно, когда вы говорите, что водителю выйти надо, он там стоять не должен, не должен останавливаться. Нарушает правила. Поэтому он выходит на проезжую часть. Если вы с этой стороны смотрите... Спасибо. У нас время, 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 время. Честно говоря, вот то, что снижение смертности, это, конечно, очень радостно. И дай бог, чтобы до ноль она снизилась. Но когда разговаривают о том, об эффективности заборов и его количестве жертв, ограждение, да, извиняюсь, уменьшается. Вы знаете, у меня ассоция возникла. Вот я как курящий человек, по-моему, в мире еще никто не доказал прямой связи между смертью человека и курением. Но все говорят, бросай курить. Любой врач говорит, бросай курить. Я, кстати, эксперимент проводил. Я нескольким врачам говорю, вы мне бумажку напишите, что я бросил курить. Ни один не написал. Так что прямой связи здесь нет. Целая программа была. Там много мероприятий было проводилось. И в рамках этого всего купе это дало эффект. А не только ограждение. Так, вопросы еще есть? Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иван. Я пешеход и водитель. У меня вопрос к представителю ГИБДД по поводу статистики. Была проведена цифра, что около 50% это пешеходы. в данный момент на текущий год погибает. Но не было цифры, сколько процентов пешеходов погибало на 2007 год. То есть именно в процентном соотношении, какое изменение пешеходное или много других цифр. На такой я не прозвучал. Нет. Смотрите. Вот статистика. То, что касается пешеходов, она год из года меняется в пределах 2-3%. То есть это всегда примерно половина от общего количества пострадавших на дорогах. Именно поэтому данная категория относится к категории самые незащищенные. Потому что максимальное количество жертв это именно пешеходы. Получается, что, если я правильно понимаю, что в 2007, на момент, какой это был год начала? 2007 или 2006? В 2006 году, на момент начала статистики заборов 50% погибало пешеходов и после реализации программы в 2019 все так же 50% погибает пешеходов. Количество... Количество... Пропорция та же. Пропорция та же, а количество там общее количество снижается. Пропорция должна была измениться. Я думал, что... Ну ладно. Прошу. А в чем та афетичность заборов, да? Вы, кажется, тебе правильно говорили. Пропорция, по идее, должна была измениться. Но, может быть, какие-то были, правда, и другие в виде... Так. Ладно. Алексей. Александр. Давно у меня был в таких мероприятиях. Я неравнодушен к тому, как выглядит город и к чему мы идем. И какие-то есть перспективы. Вот за последнее мероприятие года 3-4 назад вот я сижу и понимаю, что на одном из мероприятий поговорили и ничего не решилось. Я люблю архитектуру, я люблю город и я понимаю, что мы все равно будем двигаться по европейскому пути, не по азиатскому, где есть хаос какой-то и существует. И мы сейчас вот ставим вопрос и я такое впечатление моим уходим вообще не туда. Действительно заборы это такая чисто русская черта, что заборы, заборы, заборы вокруг дома, вокруг всего, что угодно. И когда я увидел штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, забор декоративный. И к этому нужно идти. И мы сейчас вот я призываю подумать, пытаемся максимально сделать благополучно, удобно. Я тоже автолюбитель, езжу на машине, не вожу ее, а езжу именно на машине. Должно быть неуютно человеку, который едет по городу, чем ближе он приближается к центру города, тем меньше он должен желания испытывать туда ехать. Там должен быть максимально свободен для передвижения пешеход. Возьмите города любые, европейская, малая, французская система, это круговая, немецкая система, это эстакады. Франция моя любимая страна, где я был много раз в командировках. Там пешеход, чем ближе к центру города, он максимально свободен и ходит действительно где хочет. Буквально в смысле. И автолюбитель, чтобы заехал в центру города, то есть город порядка Кирова, это для Европы огромный город, и чтобы он заехал на такую площадь типа театральной на машине, это просто фантастика. Там должны быть либо спецмашины, либо должны ходить общественный транспорт. И нужно, конечно, для этого следить за параллельными улицами, которые разгружают центру города, чтобы люди и парковали правильно, потому что проехать в городе, даже двухсторонние, но параллельно улицам проехать сложно, они превращаются в односторонние, там где три полосы. Чуть-чуть разгружаем, и действительно не заборы должны быть, а декоративные какие-то. Я приведу свой маленький пример. Я экспериментировал, пять лет назад я выиграл небольшой грант для во дворе поставить, такая была инициатива, поставить забор. Была со стороны улицы Карла Маркса, напротив мясокомбината, у нас есть зеленая зона, и я думал, думал, ломал голову, потом провел эксперимент, чтобы как люди не ставили на газон. Я сделал забор, у меня где-то примерно 60 метров зеленая зона, я сделал забор, два куска по два метра, то есть углы огородил, декоративно, и тут люди подсадили кустики, цветочки, и люди перестали ставить и ходить по газону. То есть декоративность, и действительно не заборы, а, как вы сказали, существуют два, сдерживающие и определяющие как-то, да, что нужно идти к декоративному, и вместо, то есть забор, металлический забор, вот этот вот уродливый, его можно избежать другим способом, а водителям нужно максимально приучать, что в центр города ему будет все труднее въехать. Моя такая позиция. Про декоративный заборчик я немножко расскажу. Валерий его видел, фотографию я показывал, Анатолий, по-моему, видел. Вот, объясните мне, здание ФСБ, все знаете, это красивейшее здание, газон, метр шириной, может, метр двадцать, со стороны дороги, со стороны дороги у бордюра стоит вот такой, примерно, заборчик установлен, декоративный, такой чугунный, литье старинное, а сзади поставили ограждение, шестьдесят сантиметров, желтое. Вопрос. Зачем? Понятно. Вы же об этом самом начале в альфон связали. Сами себе вопросы задают. Я не понимаю. Что вы не делаете? Зачем? Чтобы не снести. Забор зачем поставить? Чтобы люди не снесли оперативную забору. Юрий Львович, скажет, что по ГОСТу положено. Напротив, мир бывший, там забора нет. Поставить. Так, пожалуйста, представляйтесь. Меня зовут Захар. Давайте мы уж, наверное, не только вопросы, давайте поговорим. Да, я хочу первую реплику, значит, на протяжении всей дискуссии я снова перепросмотрел доклад Всемирной организации здравоохранения за 2018 год по повышению безопасности дорожно-транспортного движения. Там проанализированы практически все страны мира и собраны, как они называют, лучшие практики улучшения дорожной обстановки. Среди них есть снижение скорости до 50 км в час с нештрафуемым вот этим диапазоном 5 км в час в городах. Использование специальных удерживающих средств для детей и так далее. Ни одного слова нету про заборы. Вот ни одного специально просмотрел. Ограждение. Ограждение. Да, ограждение. И вторая реплика, которую я хочу тоже озвучить, это в частности прямо сейчас, насколько мне известно, пока не принят, но по крайней мере разработан ГОСТ экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения. Где вот все те механики по изменению профиля улицы, чтобы не мог автомобилист разогнаться и так далее, предлагают внести в качестве ГОСТа. Принят. Принят. Принят, да, ГОСТ? Так вот, вопрос. В ГОСТе, опять же, нету ничего про ограждения. Какие вы видите перспективы развития действительно вот такой среды безопасной современной в городе, обходя вопрос ограждений, может быть, как-то по-другому можно решить? Спасибо. Яна Анатольевна говорила. Ну, в первую очередь, наверное, город будет меняться, но для того, чтобы поменялся город и вообще сторона, я думаю, что сначала должны поменяться его граждане, жители, и когда мы говорим о концепции ноль, к этому Финляндии и вообще вся Скандинавия шла лет, насколько я помню, лет 25 уже. Этим они занимаются. На самом деле меняется вообще восприятие и отношение вообще к безопасности дорожного движения, к жизни людей в сообществе. Поэтому, конечно, наверное, ограждения будут когда-то не нужны, когда мы будем себя вести, вот то, о чем я вначале говорил, как цивилизованные люди не пытаются перебегать Октябрьский проспект около цирка, сломя голову и несмотря на транспортный поток. Наверное, эти ограждения не нужны будут. Действительно, вы правы, нужно снижать скорость движения в городе, центральную часть, наверное, нужно делать пешеходной, однозначно ее нужно делать на улице Спасской и ряд других улиц в городе Кирове. все верно и ГОСТы тоже меняются. Наверное, в скором времени мы, да, будем действительно больше уделять внимания проектированию и созданию какой-то комфортной среды в самом городе, что будет нас провоцировать соблюдать все те правила дорожного движения. А напоследок я хочу маленький пример рассказать. Он был в 2008 году, я работал в Москве в агентстве федеральном и мы с комиссией поехали на М7 Волга, дорога есть такая федеральная, ближе к Нижнему Новгороду на открытие пешеходного перехода в разных уровнях, то есть надземного пешеходного перехода. Он был композитный в то время, это было большое ноу-хау и мы ждали губернатора, нам будет высокий прием. мы приехали небольшая деревушка, разделенная дорогой шестиполосной и соответственно пешеходный переход был сделан, осевое барьерное ограждение, была натянута чуть ли не сетка рабицы, чтобы через него никто не перелазил. Соответственно мы приехали очень что-то рано, в 4 утра для того, чтобы посмотреть, чтобы мероприятие организовать. Что мы увидели? вся деревня в 4 утра это лето только светалось, освещен только этот пешеходный переход, внутри сидят вся молодежь этой деревни, у них дискотека, абсолютно нормально. Пришли мы, объяснили, что уже пора открывать пешеходный переход, приезжает большая-большая комиссия, я уж не помню, был министр транспорта или не был, но не важно, приехало очень много прессы, все встали как обычно около пешеходного этого перехода, и там первый канал еще кто-то был, и все просто замерли, потому что в 6 утра это примерно было, бабушка лет 80 перешла дорогу не по пешеходному переходу, а через барьерное ограждение, перелезла в двухметровый забор, там с какой-то сумярой огромной, и потихонечку через федеральную трассу, где там огромный трафик просто, перешла, и журналист ей задает вопрос, а почему так-то, на самом деле, почему нельзя было там достаточно пологие лестницы, там все освещено безопасно, все современно, почему, он говорит, ну вот, милок, зачем я туда вот пойду, там красота такая, необыкновенная, там освещение, я уж как-то по старинке здесь всю жизнь лажу через это барьерное ограждение к соседу, я так лазить дальше так и буду, поэтому, я к чему это все рассказываю, нам надо самим больше меняться, когда мы не будем летать по городу 100 км в час, переворачиваем машину, выезжать там в нетрезвом состоянии, еще что-то, наверное, и эти все мероприятия, они не понадобятся. Нет, небольшая реплика к вашим словам, надо меняться, быть цивилизованными, чтобы быть цивилизованными, надо делать среду для цивилизованных людей, сейчас мы ставим ограждение, превращаем в риф баранов, которые ползали именно там и там, мы так не вырастим никого, ставим ограждение, мы провоцируем людей гонять по улицам, потому что мы разделили потоки, условно говоря, и мы так не вырастим, мы зависимости совершенно разные вещи замечательные. Зависимости нет. Я хотел сказать, что на самом деле дело не в мозгах, как вы говорите, не в самой культуре, а формируют вообще следа самообщественные, то есть как мы ее будем строить, такие люди и будут, то есть вы можете почитать Яна Гейла «Города для людей», есть, вы читали, и он говорит о том, что города именно формируют человека, среда формирует человека, поэтому нужно начинать со следы, а потом уже говорить какие-то претензии для человека, потому что бабушке неудобно подниматься по надземному переходу, ей удобнее перебежать там, где она привыкла уже. Вот, знаете, я соглашусь с тем и другим, одно у нас, это, вот, мы во всяком случае на просторах фейсбука, да и где-то в общении, сталкиваемся, что у людей такое мнение, что вот сегодня мы сели, определили это, а завтра уже все исправилось, но это десятилетия нужно, вот это надо понимать, а многие эти пользуются такими приемами, а завтра не изменилось, а зря по-моему, дали по себе. А что делать? Я не буду вставать, как бы. Хорошо, девушка, вот вы говорите, нет времени столько, а вы своему, знакомому, родственнику, соседу, укажите, когда он неправильно что-то делает, восстановите его. Конечно, я хотела спросить, а у нас в ГОСТах есть что-нибудь? Ну, то есть я горожанка, я воспринимаю ограждения, вот, ну, те, которые сейчас есть, как забор, ну, поэтому название, наверное, такое, заборы, потому что, ну, у меня вот, можно провести там, всех спросить, как ты вот это воспринимаешь, или вот это? Ну, заборы это, и он может быть эстетически, мне не нравится, но это как бы мое мнение, есть ли в ГОСТах варианты, или он должен быть вот только таким, кустарники посадить, помогу, вот, можно ли сделать скамейки, пешеходную зону сделать так, чтобы, ну, мне не хотелось сюда перейти, а вот, ну, то есть вот эти вот современные способы, вот, если это, и ГОСТ, как и мы все, должен меняться. Я бы девушке парировал, знаете, есть такая, чем богат, тем и рады, да, на сегодняшний день, вот Киров, вот он богат вот этим, он этим и радоваться надо, да, был бы у нас бюджет, как в Москве бы, и тратили бы там, вот по последним сведениям, там 42 миллиарда, они хотят потратить. И заборы красивее были бы, да? Да, да, красивее бы были, но не к этому разговору, а к тому, что, Юрий Львович, на той неделе был в Екатеринбурге на форуме, там как раз этот вопрос, опять же, связан с заборами, но с ограждениями, поднимал губернатор Мурманской области, Чибис, он как раз высказал против. И он, конечно, его там, ГИБДД, руководитель ГИБДД, там в рамках дискуссии его парировали, что это там безопасность дорожного движения. И к чему пришли? К тому, что пришли, что в ближайшее время будет постановление с ограничением скорости до 50 км в час в городе. Это будет. Это я думаю, что вот где-то зимой мы уже это увидим, да, это изменение правил дорожного движения и ограничение скорости интервала с 20 до 10. Это тоже в ближайшее время в рамках постановления будет, чтобы вы понимали. Потому что все идет к тому, что скоростной режим в городе с учетом улучшения инфраструктуры и улучшения дорог будут уменьшать. Все же понимают, что все начали ездить. Все начали быстро ездить, потому что какой русский не любит быстрой езды. Если есть 60, то он едет 80, а того и 100. Мы не начали быстро ездить по одной причине, потому что дороги стали лучше. Она проектирована так, что там возможно гонять. Да нет. В ближайшее время 50, я совсем убрал все ограничения, максимум 5 оставил бы. И тогда можно убирать ограждения. Это через петли. Давайте, давайте спрятать на вопрос света. Так я же ответил, что вариаций нет, но гост тоже должен меняться, как и на. Я, в объявлении, сказал, что по-октябрьскому потому что там не будет, скорее всего, те, кто незаконно занимается парковкой в центре аллеи. То есть если пройдешь в принципе аллею, то там не будет, как например у маяка или где-то еще есть аллея. Бегать там не будет. И вопрос в следующем. Есть сайт DTP-Kirov-Karta, не знаю, как называется точно. Там есть неофициальная информация, возможно она... Нет, она официально нагружается сзади. И вот Анатолий сказал, что там почти 90%, возможно чуть поменьше. Я проверял по основным переклесткам, там действительно все аварии с пешеходами происходят на переклестках. То есть больше двух третий. Почему мы не занимаемся вот как раз переклестками, то есть снижением скорости полицейскими минимально, ну и ближайшими полицейскими. А пытаемся, ну, мы ставим вокруг переклестка забор, хотя все аварии все равно на переклестке происходят. Зачем мы огораживаем переклесток, хотя там есть переклесток? Мы не занимаемся только ограждениями пешеходами, мы занимаемся переклестками и вообще безопасностью дорожного движения. А почему большая часть аварий с пешеходами на пешеходных переходах? Потому что нам удалось вот то самое слово канализировать пешеходное движение и там люди действительно переходят. Не важно. Но люди, наверное, большинство идут по пешеходному переходу. Заборы они не к чему, но они наберегают. Еще вопрос тогда, получается, Евгений, если я правильно понимаю, вы вообще, так я понимаю, вся эта администрация планирует прийти к тому, о чем говорит Анатолий. Просто как управитель, так скажем, большим количеством людей, заборы это этап, так скажем, промежуточный до того, как достигнуть беззаборную цель. Я даже хотел спросить. Да, я думаю, да. То есть заборы я в самом начале сказал о том, что... Потом сделать без заборов. Нет. Цель снизить смертность в городе. В пешеходном в городе. Ну да. Топ-четыре. И если действительно инфраструктура вырастет на какой-то порядок, будет снижена скорость, будет все благоустроено, то, наверное, и жители поймут, что необходимо переходить в тех положенных местах, да, которые благоустроены. Наверное, пешеходные ограждения не нужны будут. Елена. Портал Свакировский, Желобова Елена. У меня вопрос к представителям ДПИ и ДПД. Подскажите, вот давно мучаюсь вопросом перекрестки в центре города, не где-то там за городом, в центре города, а Ленина Милицейская вот буквально здесь рядом, да, куда многие, наверное, шли сегодня перекресток, и Преображенская Свобода. Что там сделано? Там перекресток, который раньше был, то есть переходы были через все четыре проезжие части. Теперь на двух сторонах поставлены заборы, и перекресток стал П-образным для пешеходов. То есть чтобы перейти на другую сторону улицы, людям нужно пройти через три улицы. Через две. Через три. Через три перехода, через две улицы. Ну да, трижды через проезжую часть. Давайте так, в чем здесь безопасность, допустим, для ребенка, который вместо того, чтобы перейти улицу один раз, должен переходить ее трижды. В чем здесь безопасность забора в данном случае, и для чего они вообще нужны на таких перекрестках в центре города? Это сделано опять же для того, чтобы люди переходили в одном месте дорогу, улицу, для того, чтобы водитель ожидал выход пешехода в одном месте. в данном случае, здесь мы жертвуем безопасностью и удобством пешеходов, во благо удобства водителя, потому что так, я так понимаю, видимо, логика в том, чтобы водителю было проще повернуть направо, налево и так далее. Но при этом пешехода мы заставляем идти трижды через проезжую часть. Вот я специально засекала по милицейской, чтобы перейти с одной стороны улицы милицейской на другую, ну то есть вот там она разгорожена забором, нужно потратить 2 минуты вместо 25 секунд, потому что через милицейскую светофор говорит 43 секунды, то есть дважды нужно перейти по 43 секунды и плюс еще 25 секунд через Ленина. Понимаете, да, о чем вы? Во всех городах, вернее, это не аргумент, что во всех городах это сделано. Я могу аналогичный пример привести, это напротив ДК Космос, перекресток Пугачева-Некрасова. Там было в свое время, это было где-то 2005-2006 год, для того, чтобы по правилам ребенка от космоса перейти дорогу, надо было вот так вот буквой П идти или сзади дети бегали через дорогу. И практически у меня на глазах девочку сбило, она смерть. И только после этого, когда я поднял шум, подключились федеральные СМИ и так далее, через неделю поставили светофоры и все сделали. На все четыре стороны все сделали. Кто просчитал к теме с П-образных перекрестков? К теме, что Евгений Николаевич в личных беседах очень умный, очень правильные вещи говорит. Илья Вячеславович наш, что город людей. А тем не менее, мы видим на то, что происходит, вот эти же перекрестки там сделаны, они проавтомобильные, они увеличат аварийность, потому что человек, пешеход, поток и поток транспорта, вместо того, чтобы пересекаться на 20 секундах, они там полторы минуты, то есть это провоцирует увеличение аварийности. Почему получается такие недоработки? Мы обсуждали это все, действительно, перегресток должен быть там с светофорным регулированием в городе, по крайней мере, он должен быть для пешехода настроен, то есть должна быть отдельная пешеходная фаза, я часто об этом мы с вами говорим, о том, что да, с светофорное хозяйство наверное необходимо модернизировать, пешеходные переходы, ну вот как сегодня тоже обсуждалось, их наверное тоже надо как-то оптимизировать и делать их больше для людей, не забывая о том, что есть нормы и правила, которые тоже нужно соблюдать, сделать в городе очень многое необходимо, в том числе и для пешеходов, поэтому никто не спорит, просто это те вынужденные меры, когда мы говорим о том, что там действительно одну часть пешеходного перехода закрыли, это может быть связано с режимом работы светофорного объекта, это может быть связано с тем как раз вариантом канализировать то или иное пешеходное движение, никто не говорит о том, что все решения правильные в городе, очень много работы, которым нужно заниматься, те же левоповоротные стрелки, которых в городе нет, из-за этого тоже большая много вопросов, у меня вопрос раз перекрестки заговорили, два эксперимента провели, это улица Попова и Калинина, и сейчас мост на Попово, это диагональный переход, серофор так работает, почему не могут нанести диагональную разметку, люди стоят и не знают, то ли идти, то ли не идти, то ли можно по диагонали, то ли нельзя, вы говорите об экспериментальном госте, я не знаю это гост или не гост я чайник но два перекрестка в таком режиме работают, а разметки диагональной нет, слушайте, на то он эксперимент, а долго нанести разметку не долго нанести, но коэффициент сцепления с разметкой колеса и с асфальтами там скорости не такие большие поверьте, большие если мы говорим поповая лошадь я извиняюсь, ограждение не касается у нас вопросов я в городе не видел может быть но встречал в других городах довольно интересный вариант и как раз упрощают для пешеходов по-моему это называется зеленая улица когда несколько светофоров на протяжении какого-то расстояния зеленая волна где-то в Кирове планируем или нет я ожидал такого варианта у моего дома где сегодня через забор перелазили люди это у сити-центра где поменяли место расположения светофора и можно было светофор там где был оставить но для этого просто действительно вот это правило действовало несколько светофоров зеленая и машины проезжают на самом деле это система управления на движение но ведь она очень здорово стезирована да ее планируют Олег Олег я не совсем предупреждал политику продюки я не знаю какая она сегодня несколько лет назад в общественной палате с участием общественной палаты была создана рабочая группа которая так и называлась по увеличению по ускорению автомобильного трафика по дорогам города сейчас не политика сейчас уже готовится с Анатолием тоже совместно некая революция у нас принимаются в городе документы транспортного планирования которые учитывают множество аспектов и наверное все вопросы по транспорту в городе я надеюсь что в этом году мы все-таки этот документ примем он несколько раз перерабатывался обсуждался создана рабочая группа и там в том числе и вопросы увеличения средней скорости передвижения в городе и вопросы безопасности и вопрос оптимизации организации дорожного движения то есть ну это комплексный подход документы комплексная схема организации дорожного движения какие-то долгосрочные мероприятия по реконструкции модернизации инфраструктуры города то есть это комплексный так пожалуйста планируется ли в ближайшем обозримом будущем то есть год по появление в городе Кирове на экспериментальных хотя бы основаниях методов конкретного изменения профиля улицы в частности таких как островов безопасности горловины шикан велодорожки если мы говорим про изменения в общем всей инфраструктуры города планируется ли конкретно уже на каких участках какие мероприятия мы планируем константин Сергеевич прав жалко что мы не Москва и не можем потратить каких-то огромных сумм которые он называл у нас в городе по 30-40 километров улиц ремонтируется просто покрытие меняется иногда там бордюрный камень ну вот наше пешеходное ограждение устанавливается как только мы перейдем к той стадии когда мы будем не просто менять два слоя покрытия а будем реконструировать улицы их новые где-то строить где будем проектировать и с учетом того что новые ГОСТы сейчас экспериментальные приняты и соответственно есть все предпосылки к подобному проектированию я думаю что в ближайшее время все-таки не только Киров но и вообще страна перейдет как раз к изменению тех условий движения путем изменения инфраструктуры пока с нашими бюджетами мы можем только отремонтировать небольшую часть улиц пожалуйста представьте Целусов Михаил я к своей любимой теме и к тому месту где ограждение наверное самое бесполезное у нас в городе это перекресток Ленина и 65 лет победы у солнечного берега где надземный пешеходный переход сделан вот у меня больше вопрос даже Михаил Александрович наверное есть какая-то статистика ГИБДД за последние 6 лет когда его там установили об аварийности на этом перекрестке потому что я однажды ехал домой и специально остановился минут на 20 посмотреть за 20 минут там дорогу перебежало около 10 человек и люди и люди там на протяжении 6 лет бегают просто беспрестанно и вот Николай Центр сам говорил о том что шведцы когда принимали все меры безопасности они исходили из того что людей надо принимать со всеми их недостатками и так далее то есть мы видим что как вы считаете в Швеции перебегали бы шведов выезд привезти но мы же понимаем нет мы же принимаем не шведских людей их недостатки а наших любого другого видно на протяжении 6 лет что надземным пешеходным переходом там не пользуются там пользуются только ну может быть я там несколько раз ну вот нет я сам тоже но понимаете самый такой момент что этот надземник существует прямо у дома интерната для инвалидов то есть они в принципе не могут идти дорогу на остановку старушки с сумками я сам лично видел как женщины с колясками то есть вообще существование этого надземника там вообще под огромным вопросом там лифт то есть для кое лифт там не работает работать я езжу 5 лет его восстановили 5 лет нет я его дополнил это вопрос дополнил и вопрос в том что вроде бы это мера для безопасности но на самом деле мы видим что и не только для пешеходов это ладно водителям невозможно повернуть налево из солнечного берега на авиатский район я сам раньше жил в солнечном берегу и часто ездил на авиатский час пик особенно это настолько опасно но причем вредно делают такси но можно сказать дополнил зато на место после на попова один сам важный попадался постоянно машина гибддд постоянно ловят кто перебегает а там постоянно перебегают люди масса я еще в машине сидел он мне отправлен бумагу я шутил говорю слушай мне пока бумагу обрамляешь 10 нарушителей прошло они не наказаны а я наказан несправедливо давайте не будем дорушать дорушать не будем и пользоваться будем пешеходным переходом там есть лифт там есть пешеходный переход и только наша протестная внутренняя заставляет поворачивать через 4 полосы налево в Нововятск и бегать через проезжую часть неужели не проще просто вернуть светофор туда и будет всем проще водителям пешеходным чем проще надо же безопаснее это будет безопаснее светофор канализировать потоки у нас поток и так канализирован потому что все бегают там у нас и так канал создан все бегают водители даже ожидают так пожалуйста приходил я сам живу в Нововятске автолюбитель в том числе и вот этот пешеходный переход надземный мне кажется он прямо наглядный такой наглядный пример неэффективный прям пособия мне кажется да и у меня вопрос ваше отношение к подземнему пешеходным переходам и надземным вы считаете эффективным в городе должны быть подземные пешеходные переходы я надеюсь что да и подземные и надземные нет подземные мы говорим что в городе должны быть подземные пешеходные переходы у нас нет там кольцевых объездных если их и строить то там каких-то транзитных магистральных улицах типа производственной, но и то нужно там... Так, у нас время занимает. Так, пожалуйста, вопрос. Евгений, немного, может быть, не поднимет. Огромный отпуск. Пешеходный переход. Огромный отпуск. От всех от меня, как от пешехода. Когда я сейчас шел сюда, я в очередной раз промочил ноги. Сделайте, пожалуйста, левьем. Внимание! Вам поставят память к месту Олега, когда вы увидите министерство в Москву. Я глянусь вам. И это сделал только Баганин Вадим Викторович в 85-м году, когда он здесь сказал так жить нельзя. И построил дороги, и сказал все. Центры, райцентры. Ну это миф отчасти. Это не миф. Это не миф. Это ваше мнение. Сделайте, пожалуйста. Просто если вы это сделаете... На этой положительной ноте нас закончат. Спасибо за вопрос. Мы не сможем дойти потом сюда. Так, спасибо. Ну, Евгений, надо убегать уже. Если у кого-то есть вопросы... Евгений, есть еще минутка? Минутка, можно? Да, конечно. Я подготовил такой проект, письма, запроса в ГИБДД и как раз в управлении. Для чего я это сделал? Ну, у жителей вопросов очень много. Я написал вот здесь 9 вопросов. Как задавал. И мы, если кто желает, давайте подпишем, отдадим им. Они будут развернутый ответ. Мы это опубликуем, чтобы жители знали, что стало понятно. Какая политика, что делается, для чего делается. Если вы не против, давайте ответим. Я могу зачитать 9 вопросов или потом позднее уже каждый почитать. Давай чуть-чуть попозже. Да, интереснение. Вопросы по поводу прообразных уже привыкли. Обходить не мешает. А по поводу... Хотел... Раньше дороги ремонтировали ямочно. Потом сейчас мы начали ремонтировать их прям, ну, хорошо. С тротуарами вообще, похоже, бывает, не ремонтируют. Есть ли какое-нибудь финансирование, которое вообще позволяет, так скажем, вот эти хотя бы небольшие ямки, небольшие лужи локально в городе решать? Потому что, да, есть ли вообще какое-то финансирование выделяется на такие локальные работы, на текущее содержание того парка тротуаров, который есть, а не на капитальный ремонт. Первое. И второе, наверное, просто опять же скажу, что я в своем дворе делал ремонт по поводу этой федеральной программы и заметил, что раньше у меня жители по двору ходят транзитом, ходили через парковку, через грави, им было неудобно. Сейчас я сделал красный бордюрный, брусчаткой тротуар вдоль ходят, и они выходят г-образно, то есть добровольно ходят без заборов г-образно. Я вообще прям... Настяжение даю. Настяжение, да. Да, и вот именно по поводу... И зачастую делают забор, идешь, и вот лужа просто, и забор слева, забор справа, и люди ходят по газону, по каким-то еще вещам. Вот, и вот это именно факт текущего содержания тротуаров, финансирование его, есть ли и планируется ли увеличение его какого-то, какой-то бригады, может, специальные, как знаете, там ездят и по городу. Ну, на самом деле, три тезиса, наверное, и убегу. Финансирование есть, и оно очень скудное, и какие-то там локальные мероприятия, они производятся. Но мое мнение, что необходимо улицы ремонтировать только совместно с тротуарами, а лучше и убирать вообще газоны, будет намного чище в городе, это, там, практика многих-многих городов. И, да, ну, Анатолий со мной не согласится, я уже вижу его реакцию. Ну, это, наверное, отдельная дискуссия. И много-много тротуаров, там, километров сделано в этом году тротуаров, чуть меньше сделано там улиц. Если бы была возможность, наверное, там, ремонт требует, ну, еще процентов, наверное, 40 улиц в городе, я бы сделал это все комплексно. Ну, вот, Евгений, еще такое, просто делали бы эту сумму, допустим, сделали дорогу, но тротуар в таком плохом состоянии, и люди, наверное, в том числе, почему перебегают, им удобно перелезть через забор, допустим, потому что нет разницы, что пойдешь по выделенному тротуару и будешь весь, как бы, ну, не очень удобно, что перебегать. В принципе, ну, человек не ощущает разницы, если же было канализирование потока в том плане, что вот тротуар, идешь, как царь, грубо говоря, во дворца, по красному тротуаре, а там ты вот перебегаешь. То есть он еще и почищен. Да, еще и почищен, а если ты перебегаешь дорогу, ну, просто саму тебе уже будет неприятно. В данный момент в Тирове нет разницы, что ты перебегаешь дорогу, а лучше дорогу перебежать, потому что дороги сейчас лучше, чем тротуар. Насчет убрать газу, снег некуда будет девать. Была бы моя воля, вывозить надо снег, тротуары надо ремонтировать, если была бы моя воля, мы, конечно, бы отремонтировали все тротуары. Но нынче много сделали. Нынче очень много. Можно вопрос? Очень. Философский вопрос. Вот вы говорили, что ГОСТ уже по экспериментальной сфере, что было раньше. Он был принят в мае, насколько я знаю, по эксфериментальным дорожным знаком. В нем черным по белому написано, что светящиеся квадраты на пешеходных переходах должны быть только на нерегулированных переходах. Я же говорю, что необходимо смотреть сначала на название документов. Это экспериментальный ГОСТ. Он же уже принят ГОСТ. Он ГОСТ, но он экспериментальный. Какой смысл имеют на регулируемых пешеходных переходах яркие квадратные знаки, еще и с мигающей мамой. На регулируемых. На нерегулируемых смысл вообще понятен. Ты едешь, особенно по незнакомой части города, допустим, и не знаешь, что здесь пешеходный переход. Но когда ты приближаешься к регулируемому перекрестку, ты априори знаешь, что здесь перекресток. Ты сейчас остановишься на красном светофоре и пойдут пешеходы. Зачем там нужны... Это стандарт, который не меняет. Так даже в ГОСТе, экспериментальный ГОСТ приняли специально для городов-какиров, которые начали слишком усердствовать. Нет, ну экспериментальный, да, опробуем. Надо написать. Там прямо даже комментарии. Просто регулирование надо. Для городов, которые слишком усердствуют в размещении. Одно моим мнением поблагодарим. Спасибо большое за просмотр. Спасибо. Мы делаем анализ так называемых мест концентрации БТП. То есть, соответственно, по местам концентрации БТП полная информация в тех целях, чтобы мы адекватный комплекс мероприятий могли запланировать для того, чтобы ликвидировать это место концентрации БТП. Тот участок уличной дорожной сети, о котором вы говорите, он не является местом концентрации БТП. К сожалению, я сам, как житель города в настоящее время, не могу сказать о целесообразности нахождения там того архитектурного сооружения, которое там есть. Потому что 6 лет назад был начальником в другом подразделении, не здесь в городе. Но на самом деле, конечно, если говорить о том, какой пешеходный переход больше безопасен, подземный, надземный или надземный, это безусловно наземный здесь, он будет на последнем месте с точки зрения безопасности. надземный, подземный, это максимальная безопасность, это максимальное исключение. Если пользоваться. Если пользоваться. Совершенно верно. И поэтому, вот, вы правильно рассуждаете, что подходить нужно с точки зрения целесообразности. Если здесь, на этом участке дороги, интенсивность движения пешеходов, транспорта предполагает наличие именно данного типа пешеходного перехода, значит, он имеет, ну, имея право на существование. Если это сделано только для того, чтобы, ну, вот, чтобы он был в качестве экспериментов в городе Кирове, ну, наверное, это не совсем сообразно. Поэтому, вот, мое мнение по данному пешеходному переходу, ну, на сегодняшний день он своей функцией полно реализует. Спасибо. Так, еще вопросы будут? Так, давайте задам, да. Водитель, у меня как раз тоже возил такой частный вопрос по перекрестку Преображенской и Дериндяево. Там вот что-то планироваться, как-то решить, потому что, ну, сами знаете, там перебегает как раз улицу Преображенскую люди. Здесь, здесь вопрос, наверное, больше как раз о том менталитете, о котором мы говорили, людей, которым, ну, собственно, откуда и появилась тема сегодняшнего обсуждения. Сделать там пешеходный переход, вроде бы, необходимо там, привычное место перехода пешеходов, но с учетом профиля уклона дороги, это крайне безопасная, так скажем, идея, крайне безопасная идея, потому что видимость данного пешеходного перехода не будет позволять его делать безопасным. Поэтому на сегодняшний день там единственный выход, это вот как раз те самые ограждения, о которых мы говорим, чтобы предотвращать выход пешеходов на этом участке. Потому что выход на проезжую часть при отсутствии пешеходного перехода, это еще опаснее, чем с пешеходным переходом, который будет сделан на опасном участке. Хорошо, тогда встречный вопрос, почему, собственно, точек больше ничего не сделано? Люди переходят и переходят. Хотя, с какого у нас года получается, ограждения уже устанавливались? Ну, там же, согласно ПДД, можно переходить, если пропустить транспорт. Да. По линии тротуара можно прийти и пропустить транспорт. У нас датистика есть на этом перекрестке? Я сам недавно переговорил, просто пропустил всякие. Дорожно-транспортное происшествие там происходит. в том числе с наездом пешеходов происходит. Но как раз они происходят в силу того, что нарушается пункт 4.3 правила дорожного движения, что пешеход, определены места, в том числе на перекрестках по линии тротуаров, убедившись в безопасности перехода. А там чаще всего, по принципу, побыстрее. Так, еще. А то, что закончу ответ на ваш вопрос, почему до сих пор не делается. Ну, нам бы хотелось, конечно, чтобы одновременно в городе он стал максимально безопасным. Но это делается все вот так вот. Как делается? У нас перешло в пресс-конференцию. У меня вопрос такой. У меня столожилось впечатление, что у нас в городе ГПД на самом деле плохо работают или вообще не работают. Потому что лично я вызывал сотрудников ГПД, наверное, за последний год раз 10. Ну, там какая-то парковка на газонах, парковка на пешеходном офисе Спаска нельзя. И это всегда такой выходит в квест «Дождись сотрудники ГПДД». А когда дождись сотрудники ГПД, это переходит в квест «Убеди его зафиксировать нарушения». То есть они максимально… То есть у вас не хватает народу или у вас какой-то вопрос о таких ценах, чтобы… Сейчас поясню. Почему патрульных мало вообще по городу? Сейчас поясню. Значит… Здесь, наверное, можно вопрос разложить на… ответ на вопрос на несколько составляющих частей. Первое касаемо фразы «парковка на газонах». Дело в том, что у нас нет нормативных правилах, который… Вот этот момент. Все остальное, что касается остановки стоянки. Значит, на последней комиссии по безопасности дорожного движения, которая состоялась пару недель назад в администрации города Кирова, значит, председателем этой комиссии является глава администрации города Кирова, мной был поднят вопрос о том, что назрела необходимость в городе создание дорожной инспекции по примеру того, как это делается в крупных городах. Потому что уличная дорожная сеть развивается, количество дорожных знаков увеличивается, количество транспорта увеличивается. И тем, вот уже перехожу к следующей составляющей ответа, тем количеством личного состава, который у нас сейчас есть, решить эту проблему невозможно. Это однозначно. Почему? Потому что приоритет у нас определён, опять же, на законодательном уровне. Это федеральный закон о безопасности дорожного движения. Это приоритет безопасности дорожного движения. То есть, в первую очередь, это нарушение, которое непосредственно влияет на состояние аварийности. Это нетрезвые водители, это бесправники, это нарушение со стороны пешеходов, согласно анализу аварийности. Соответственно, контроль парковки здесь, он где-то там дальше. Поэтому надеяться здесь на сотрудников госавтоинспекции крайне сложно. Потому что, допустим, на данный момент в городе работает порядка шести экипажей. На город, в котором проживает порядка 700 тысяч человек. Что такое шесть экипажей? Это просто их нет, фактически. С учетом того, что вот, возьмем прошедшие выходные. За два вечера, к пятницу и субботу, в городе было задержано 15 пьяных водителей. За два вечера. Каждый пьяный водитель по времени, это от полутора до трех часов, а то и более. То есть, это экипаж, его нет три часа на дороге, а он занимается оформлением. Соответственно, все другие нарушения, которые в зоне ответственности происходят в этот момент, они бесконтрольны. Понимаете? Сейчас идет, так скажем, увеличение количества средств автоматической фиксации. То есть, у нас с каждым годом все больше и больше появляется камер и расчет на то, что они способны будут несколько сбивать волну нарушений. В первую очередь, скоростной режим, проезд пешеходных переходов и так далее и тому подобное. Но вопрос, так скажем, спорный. Почему? Потому что, ну, приведу вам пример. Средства автоматической фиксации паркон у нас есть, раз мы говорим о парковке, о нарушении правил остановки стоянки. По моей инициативе мы решили провести, ну тоже, своего рода эксперимент на улице Ленина, на участке от Московской до Спасской. Значит, вот эта гора, где, если мы сейчас поедем в сторону центральной гостиницы отсюда, с левой стороны машины постоянно стоят под углом. Хотя требования правил дорожного движения у нас обязуют ставить транспортное средство параллельно на краю проезжей части. Эта ситуация у нас из трех полос делает две, а в условиях зимнего содержания – полторы. Отсюда у нас заторовые ситуации и так далее и тому подобное. Мы сделали там маршрут движения этого паркона, за месяц он выявил там 300 нарушений правил остановки стоянки. 300. Если мы сейчас поедем, там картина не поменялась, абсолютно не поменялась. Ну да, стало там больше, если раньше 100% стояли под углом, сейчас стоят ну 60%, может быть 70%. Я это говорю к тому, что работа, если говорить именно о нарушениях правил остановки стоянки, она должна быть системной. Когда я приезжаю на своем автомобиле в Казань и знаю, на каком уровне там работа ведется именно по остановке стоянки, я сам сотрудник госавтоинспекции, я оставляю машину, я четыре раза вокруг обойду, посмотрю, нет ли где чего-то, потому что знаю, сразу увезут, если не там поставил. У нас вот такого в голове, у жителей нет, потому что они знают. Эвакуируем мы, да, порядка пяти единиц в сутки, но что такое для нашего города? Как раз это связано с тем, что люди занимаются выявлением грубейших нарушений, влияющих на состояние аварийности. выделен специальный экипаж, который, вот один, который работает по городу и вот этими делами занимается. Но вот он выявил, допустим, ну вот ближайшую, взять улицу Свободы сейчас, да, там масса машин стоит под знаком. Приехал инспектор, вызвал эвакуатор. Эвакуатор, ну 20 минут он подходит там, 15 минут, да, время. Оформить документы, загрузить, дождаться пока эвакуатор уедет. То есть, опять же, порядка одного часа на одну единицу. Что такое одна единица в рамках города? Ни о чем. Поэтому и получается вот примерно 5-5 единиц за. И вот то предложение, которое я озвучил на комиссии по безопасности дорожного движения, мне кажется, это на сегодняшний день единственный эффективный способ решения данной проблемы. Так, Валерий, давайте последний вопрос, наверное, и будем у нас время. Вопрос о сокращении экипажа, он касается не только КГДД, но и полиции, да, но все-таки ОТП, в первую очередь. В первую очередь, да. То есть, вопрос возникает в связи с тем, что если сотрудник ГАИ, ГИБДД приносит деньги в бюджет, да, и достаточно серьезную сумму, да, я так понимаю, что содержание сотрудника, оно обходится в кратно меньшую цифру, да. То есть, чисто экономически, почему бы не увеличить количество экипажей и от кого это зависит, почему это не делается? Это вопрос национального уровня, федерального уровня, законно. Потому что это сокращение не в городе Кирове, это сокращение по территории всей Российской Федерации, вот буквально две недели назад у нас прошла очередная волна сокращений. То есть, нас еще сократили. Если в городе Кирове десять лет назад был полк, полк дорожно-патрульной службы и была возможность заниматься и остановка, и стоянка, и так далее, и тому подобное, сейчас остался батальон, но сокращение продолжается, понимаете, при том, что уровень автомобилизации, уровень проблем, он только растет. В чём у вас успеет этого сокращения? И, может быть, сделаем во форме законодательной университеты? Давайте увеличивать? Давайте отдельно переговорим. Подражение в Казахстан, вот мы спали. Так. Да, ну, по примеру Москвы, она муниципальная. В общем, мы от заборов ушли. В сторону. В сторону немножко, да. Значит, давайте для себя, ну, для меня, я понял. Ограждение – это для того, чтобы оградить, а забор – это чтобы перелазить. Совершенно верно. Честно говоря, вот меня сегодня ни та ни другая сторона не убедили. Я как-то так на развилке остался. Мутная история. Мутная история, да. Да, вроде пользы есть. А с другой стороны, надо другое менять, чтобы такой же результат получить или еще что-то. Кроме того, в самом начале я сказал, а может скрытый смысл есть? Так вот я скрытый смысл один увидел. Я реально наблюдаю в городе. Он заключается в чем? Может быть, это город не специально, может, подспудно получилось так. Улицы, где поставили заборы, там на дорогах не стало машины портоваться. Целые участки. Порталы освободились от машин. Нет. Очень много. Посмотри по городу. Поглядитесь на это. Лично я это заметил. В последнем случае у меня в Дружбе так же стало. Дальше у УТР Балерса там десяток машин постоянно прокололся. Забор поставили. Ни одной уже в день недели, ни одной машины. Может быть, это хотели город. Я не знаю. Ну, спасибо нашим спикерам, Анатолию, Михаилу, Евгений убежал. Вам всем спасибо за вопросы, за неравнодушные отношения к нашему городу. Я думаю, что все мы потихонечку будем менять, сами будем меняться. Друзей своих, приятелей, знакомых менять. И тогда у нас все наладится, все будет хорошо. Спасибо всем.